Хорошо, значит, я вкратце напомню, что мы читали в прошлый раз, то есть скорее то, что читали, легко увидеть, но поняли это мы следующим образом. Вот это постановление, о котором говорится в Мишне, постановление относительно того, что человек может спрашивать, как там цельность другого, используя имя Всевышнего, появляется по виду определенным нарушением, нарушением, например, заповеди «не произносить имя Бога в суе». И вокруг этого было несколько стихов, которые подтверждали то, что подобного рода вещь допустима. И как мы видели, некоторые стихи прямо об этом говорят, например, Боас так приветствует жнецов, жнецы ему отвечают таким же образом. А дальше было два стиха из Писаний, которые в каком-то смысле противоречат одно, один другому. Один из них был о том, что не следует пренебрегать постаревшей матерью. Не надо смотреть на то, что она стара, это речь идет метафорически о традиции. Несмотря на то, что традиция там уже и много лет, тем не менее пренебрегать не стоит. А с другой стороны, есть и высказывания о том, что пришло время действовать во имя Бога. И отсюда можно понять это высказывание, да, нарушение Торы, оно связано, может быть, связано с тем, что пришло время действовать во имя Бога. Ну, и там два значения у этого выражения, но так или иначе, мы поняли это так, что, собственно говоря, речь идет о определенного рода напряжении, которое присуще передаче любой традиции. Традиция, с одной стороны, должна иметь возможность обновления, а с другой стороны, должна как бы не терять своих корней. И, по сути дела, вот эти две тенденции, эти два вектора, они, наверное, здесь как раз речь идет именно об этом. Ну, и это подтверждает следующие рассуждения здесь, ну, как рассуждения и рассуждения, а скорее те высказывания, которые здесь приводятся, потому что они вроде бы тоже об этом говорят, да. Они говорят о том, что есть как бы время собирать, а есть время разбрасывать. Это почти каэлит, да, что вот есть такой час, что нужно разбрасывать. Когда? Когда все собирают. И наоборот, есть время собирать, когда? Когда все разбрасывают. Ну, и, судя по всему, эти высказывания, хотя они прямо о Торе не говорят, но, тем не менее, в дальнейшем вроде бы речь идет именно об этом. По крайней мере, есть следующее высказывание, которое как бы переводит это как раз в область распространения Торы. И здесь тоже проявляется вот такое своеобразное диалектическое напряжение между, с одной стороны, элитарностью, то есть собирать, имеется в виду, кучковаться и не распространять, а, с другой стороны, всеобщностью. То есть тоже традиция, опять же, она ей свойственна, с одной стороны, стремление охватить всех, кто принадлежит соответствующему комьюнити, ну, а в других аврамических религиях не только всех, кто комьюнити принадлежит, но и расширить это комьюнити до всего человечества. А с другой стороны, есть и тенденция к элитарности, потому что далеко не все способны там, ну, и так далее. Ну, и это перекликается, я говорил, с определенным фрагментом в этом же трактате «Проход», где спор между Рабаном Гамлеэлем и Раби Ашуа относительно того, каким же образом Тору следует изучать, следует закрыть бейт-мидраж для всех, кто недостоин, или, наоборот, открыть двери бейт-мидража для всех желающих. И это второе вот такое вот диалектическое напряжение, которое мы здесь видим. То есть речь, по сути дела, вроде бы все время идет именно о передаче традиций. К этому же, возможно, относятся и слова Бар Капары, который, опять же, как будто бы говорит не об изучении Торы, а говорит о том, что если видишь, что товар дешевый, давай покупай его, чтобы потом продать дорого. Но это его высказывание, оно вроде бы тоже превращается, переводится в сферу изучения Торы и говорится о том, что скорее о лидерстве, да, что тоже свойственно как бы традиции, да, кто должен быть лидером. Там, где лидера нет, становись лидером ты, но там, где лидер есть, не нужно мешать ему. Так, грубо говоря, можно понять, ну и так, собственно говоря, понимает Раши, по крайней мере, да, вот эти слова Бар Капары. Ну и там есть пояснение от Абая и так далее.